Итак, уважаемые, начинаем очередное видео. Вопросы, ответы, комменты, которые поставляют на мой канал, на мои видео, мои зрители, подписчики и не подписчики, ну все пчеловоды, которые участвуют в беседах со мной. Один день назад Виктор Машкин задал такой вопрос. Я ему, конечно, ответил, но не все люди имели как возможность прочитать этот комментарий. Я отметил, что это очень интересный комментарий и он пригодится для всех, я так подумал. Здравствуйте, Павел. Это Виктор Машкин пишет. Скажите, пожалуйста, какая у вас порода пчел? Какой у вас получается мед? Вы работаете на мед или на разведение маток? Спасибо. Я, конечно, ему ответил. Порода у меня итальянская. Вы, конечно, знаете, она миролюбивая порода. Какой мед весной, если удается захватить ранний мед? Ранний мед обычно редко кто захватывает. Но у меня получается, потому что я продаю отводки ранние на 4-5 рамок. И обычно ранний мед уходит на развитие семьи. А у меня отводки я продал, и расплода мало остается. И в основном, пока выведется новая матка, это проходит 20, ну, 16 дней, и потом еще 10 дней. 25 дней проходит приблизительно. За этот период у меня как раз за апрель я успеваю схватить, если погода благоприятствует, хороший ранний мед. Он на вид как с акации, там это у нас тут и кленцы, и дубы, и еще акации есть. Где-то выхватывают, как говорится. То есть в нашей местности за апрель я успеваю выхватить светло-желтый такой мед, прозрачный, как с акации. Потом идет в мае у нас ежевика. Мы с ежевики берем мед. И потом в июне уже начинается мед падевый такой, темный. Я не знаю, откуда они его берут, но темный. Если опять благоприятствует погода. Если погода неблагоприятствует, мы конечно же мед берем только ранний, майский и апрельский. Итак, вы работаете на мед или на разведение маток? Вопрос стоит такой порядок. Я работаю не на мед, я работаю на разведение семей, пчелосемей, чтобы продавать эти самые отводки. На пять рамок я продаю по весне. Пять рамок, четыре рамки с расплодом. В основном закрытый выбираю весь расплод, чтобы семья не страдала, когда продаешь. Ну и естественно попадается там открытый. Ну весной это в основном закрытого много, достаточно. И с маточкой зимовалой. И рамочку меда даю. И это продается и уходится очень быстро, особенно ранней весной, после зимы. У людей много пропадает пчел в семье. Ну практически, если спросить любого пчеловода, то у всех пропадают пчелы. У кого-то в большем количестве, у кого-то в меньшем количестве. Ну так как пчеловоды знают, что я продаю, то они срочно звонят мне с весны, как говорится, заранее заказывают. И у меня постоянно заказы есть. И я считаю, что это беспроигрышный вариант. Беспроигрышный. Мед будет в чине, а пчела уже продана. И конечно результат всех пчеловодов это деньги, как говорится. Хоть вы и меда много накачаете, вы его вынуждены продать. Хоть вы это само пчел продали, но вы уже имеете средства. А оставшиеся пчелы мне приносят мед и развиваются. К осени они успевают развернуться. Даже есть и в середине лета покупатели, даже есть и в осенью покупатели. Так что я в беспроигрышном варианте практически всегда. Меда мне достаточно. На продажу я его не выставляю, хотя иногда просят меня. Но мне его хватает. Вот так я. И конечно тут вопрос разведения маток. Да, я маток вывожу разных сортов, как говорится. И я уже показывал на видео, и тихая смена есть, и матки, как говорят эти, как их, свищевые маточники. В общем, практикую разных сортов и отставляю. Вот. В данный момент я думаю, что я ответил на этот вопрос. Следующий вопрос. Вадик Кобзев пишет один день назад. Труднее не вырезаете? Да, друзья, труднее я не вырезаю. Почему? Считаю, что это невыгодно вырезать. Труднее пчелы затратили большое количество энергии. Выращивание труднее производит эту самую, как говорится, затрату сил, здоровья пчел. Когда они выращиваются, то пчелы вырабатывают маточкиное вещество. И это маточкиное молочко они кормят трутней. Поэтому они сильно изнашиваются. Ну, чтобы труднее не вырезать, нужно содержать, я содержу рамочки без трутней. Стараюсь эти рамочки выбраковывать. Выставляю на второй этаж. И они там на втором этаже у меня идут за разделительную решетку для складирования кормов меда. Если мне нужны трутни хорошие, то я подставляю в ту семью, в которую считаю нужна отцовскую семью, чтобы у меня эта семья качественная, чтобы она давала мне хороших трутней. А этот вопрос был задан, по-видимому, на том видео, где матка была трутовая. И этих мелких трутней я не вырезаю, потому что они уже почти созрели там были в тот момент. И лишняя работа пчелам. И пчелы их все равно выгнали. И они, как говорится, пчелы умные, они понимают, что они съедят их. Итак, следующий вопрос. Виктор В. Павел Б. В ютубе появился вор всех видео о пчеловодстве. Один ваш ролик уже вы дали, выберите загрузка по дате. То есть, мой пользователь, пчеловод, заметил, когда набрал на ютубе пчеловодство, что там кто-то под моим именем, вернее, мое видео поставил под своим именем. Итак, друзья, я посмотрел этого человека. Что я скажу? Этот человек просто настоящий вор. Что я скажу по моим видео? Если вы где-то снимаете канал или еще что-то, и у вас идет тема такая же, как у меня, то я разрешаю сделать ссылку на мой канал Павел Би. Или даже вырезать определенный кадр, поставить. Пусть оно будет под вашим именем. Но вы делайте только ссылку на канале Павел Би. Мы вырезали вот этот кадр и поставили, чтобы, как говорится, подтвердить ваше мнение, моим мнением, чтобы был вес вашему видео. Это не будет считаться воровством. Я не буду делать никаких проблем. Но если вы ничего не делаете, а только этот, как вот этот человек, взял, скачал полностью, только заменил имя и поставил, и хочет что-то иметь, то это настоящее воровство. Я такое не праздную. И YouTube постоянно компьютер проверяет, и он быстренько удаляет. Этот человек не может иметь успеха в дальнейшей жизни. Дальше читаем. Даниэл Личтенфалт. Это, по-видимому, из Германии. Я, может, прослушал, но некоторые вещи я не услышал. Сколько надо закармливать килограмм-литров, надо ли паузу делать. В Германии кормят в наших краях три части воды к двум частям сахара. Не лучше ли было за один раз налить примерно 10 килограмм? Ведь они могут за 4 дня все стаскать. Я первый год держу пчел, поэтому много вопросов, и, может, некоторые глупые. Нет, я считаю, что вопросы не глупые, очень разумные, потому что все вопросы, которые задаются, они задаются правильно. И эти вопросы очень нужны, как говорится. И ответы на эти вопросы всегда надо делать. Итак, конечно, я не мог все сказать в одном видео. Ну, естественно, я постарался ему ответить на эти вопросы таким образом. Вопросы не так простые, как кажется, и ответы могут быть не совсем точные, потому что семьи бывают разные. Вот. Ну, попробуем ответить. Значит, первый вопрос. Три к двум частям. Три части воды, две части сахара. Вполне нормально. Это пчелам меньше выпаривать будет, чтобы довести сироп до медового состава. Если человек убивает и кипятит воду, он задает вопрос, как кипятить, то я вам скажу, что вы сами все прекрасно знаете, что есть разница в кипяченой воде и в не кипяченой воде. Есть. Какая разница? Кто скажет? Воду кипятят для того, чтобы убить бактерии, микробы и прочее. Вот. И что получается? Убиваются микробы, бактерии, ну, а витамины? И витамины убиваются. Это все знают. Поэтому, когда воду кипятят, он говорит, они кипятят воду, вот, то убивается много витаминов, вода кипяченая становится. И тогда некоторые люди спрашивают, добавлять ли витамины или не добавлять? Естественно, надо добавлять. Вы знаете, что молоко кипятится, вот, пастеризуется, до 80 градусов по Цельсию доводится. А потом что? Берете, смотрите, ABC, то есть, ABC, то есть, все витамины туда добавлены. Почему? А молоко можно не кипятить же, правда же? Можно не кипятить. А оно с под коровы пили сотни лет, и никто не помирал. Почему? Потому что там сохраняются все витамины. Мед. Можно его закипятить. Кто скажет, как с него все получится? Естественно, он потеряет 50% своих витаминов. Всех полезных веществ. Поэтому мед не рекомендуется кипятить. Но коммерческие организации устраивают такие вещи, что подогревают мед, потому что они качают весь и сырой мед, и с водой. И поэтому он не сохраняется. У пчеловодов мед сохраняется. И поэтому он имеет хороший состав, засахаривается. Человек спрашивает, что дальше делать? Вот. Человек спрашивает, ну, такие вопросы. Почему по частям задается? Я сейчас немножко отвечу. По частям почему. Сколько давать сахару, и сколько это зависит от семьи. Если семья сильная, больше 10 рамок пчел, то она может и много переработать с сиропа за один раз. И быстро, по времени. А если слабее или больная, она берет сироп медленно или вообще плохо. Почти не берет такие семьи, обречены на гибель, они умрут за зиму. Потом, бывает семья умная, она делает все равномерно. И на расплод часть сиропа, и на зиму часть сиропа. То для этой семьи меньше сахарного сиропа. А другая семья гонит весь сироп на расплод. Смотришь, пчелы много. А к зиме запасов нет. И вообще, смотрите, так, чтобы на рамке было не меньше, чем 2,5 килограмма готового меда. Это рамка рутовская, вы поднимаете, чтобы на ней было не меньше, чем 2,5 килограмма. Если запасов таких меньше, то семья может пропасть, если вы вовремя не добавите туда по весне. Итак, поэтому задают по частям. Если вы сейчас в сентябре утром откроете улей, а сейчас уже холодно, то увидите, что пчела сидит по улочкам. Надо посчитать улочки. Например, 8 улочек, это значит, вам надо 9 рамок по 2,5 килограмма. 9 помножить на 2, это будет 18. И 9 помножить на 5, 4,5 килограмма. 20, 18, 25 килограмм вам нужно будет сахара. С учетом, что они кушают еще каждый день. И учитывая вашу местность, что в вашей местности погода или холодная, или теплая. Бывает осень теплая, то за осень теплую пчеловод задал, говорит, вы нам правильно сказали, мы задали, сколько вы сказали. А в итоге получается, что пчела, ну, как говорится, за зиму умерла. Почему умерла? А не учли то, что осень была теплая и длинная. И за осень матка населила еще расплоду. Вы открываете, ой, как хорошо, пчелы много расплода, много. А мед-то весь поели, и осенью-то взятка не было. И в итоге вы получили, как говорится, отрицательный вариант. Погибла семья. Поэтому вопросы не глупые, правильные вопросы. И поэтому надо учитывать все варианты. Продолжаем дело и ведем к концу. Я вот нашел 51-й год, пчеловодство номер 10. Интересная информация. Для вас она понравится. И на этом мы будем заканчивать. Мой отец работал сторожем, называется пчелы-разведчицы. Помещичьим лесу в Литве. Это было мать и брат увлекались пчелами. Это увлечение придалось и мне. Поэтому я еще в детстве стал наблюдать за жизнью и деятельностью пчел. Мой брат для поимки раев делал дуплянки или же готовил дупло в деревьях. И я следил за прилетом роя. В раевую пару у какого-либо дупла или дуплянки появляется сперва одна пчела-разведчица. Она тщательно осматривает дупло. Десятки раз, входя, выходя из него, осматривает также со всех сторон снизу, доверя все дерево. Затем снова осматривает внутренность дупла. Внимательно ознакомишься с таким образом, с новым жилищем она улетает. Через полчаса к этому дуплу прилетает уже 5-10 чел. Они все вместе изучают дупло так же прилежно, как и первая пчела, и внутри, и снаружи. К вечеру первого дня здесь собирается уже 10-20 чел. А на следующий день их прилетает еще больше. На 7-8 день пчел около дупла уже не сочтешь. Они также тщательно ознакомятся с дуплом. Последние 2-3 ночи многие пчелы-разведчицы ночуют в дупле. А днем можно подумать, что пчел уже работают. Так много их кружится вокруг него. Наконец прилетает рой. Через несколько минут начинаются короткие облеты работы. Пчелы чистят новое жилище, летят за нектаром. Около жилища они уже не толпятся, не кружатся, и все чем-то заняты. Прочитав статью одного человека, новая в летной деятельности в дассировке пчел, номер 8 журнала, пчеловодства за 1950 год, мне хочется сказать, что избранное новое жилище, кормушку в траве пчела, хоть не только по танцам разве, несомненно, пчел... Так, это все, друзья. Это совсем другая тема пошла. Итак, друзья, вот это я хотел вам сказать. И до встречи. Подписывайтесь, лайки, задавайте вопросы. Мы будем стараться всегда вам отвечать. До свидания.